коллеги всем привет я сегодня буду говорить про blazer сегодня будем снова про основы ну да сегодня будем снова про основы на этот раз мы поговорим про компонентную модель так коротенько ну чтобы понять что такое параметры и каскадные параметры для чего они применяются итак ну давайте начнем если не углубляться в теоретическую часть а так немножечко под поверхностно поговорить про компонентную модель на самом деле тут само слово объясняет то что это такое компоненты это обособленный кусок кода наверное причем не только на си шарпи но и на gs например или на css или даже еще какой-нибудь если допустим используется ну в информ где компоненты являлись отдельные контролы в общем суть сводится к тому что сам компонент имеет какое-то состояние принимает какие-то параметры может их обрабатывать выдавать behavior и так называемые поведенческие какие-то события и эти компоненты склеиваются вдруг дружку как-то между собой могут общаться прокидывать какие-то состояния ну и в общем блейзере это тоже собственно реализовано надо сказать что реализация блейзере построена по принципу mvvm это на самом деле очень круто это значит что юнит тестирования это значит что не связанная юай с код бихайндом если хотите состояние то есть вот это вот концепция она на самом деле открывает большие большие возможности и чем больше погружаясь этот самый блейзер тем больше он мне нравится но и сейчас давайте переключимся уже в конкретный проект я думаю с теории все понятно про нее много где что написано можете почитать на сайте microsoft а надо сказать что они неплохо потрудились и хорошо описали и документацию на сайте и в том числе на русском языке ну а теперь давайте переключимся в код и практика 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 давайте для начала я покажу что я сделал чтобы не тратить ваше время вот такой вот простой проект на blazer я выбрал assembly и в общем здесь у нас есть одна пара страничка вторая страничка на первой страничке у нас есть две кнопки которая вызывает из статического хелпера информацию которых которым собственно игра будем играться ну и на основании вот этого будем делать какие-то рефакторинги да и по ходу будем смотреть что и как с этим работать в общем давайте покажу в глубине что это такое и так у нас есть вот параметры у нас есть код behind кстати не я в одном из предыдущих видео показал как сделать чтобы была вложенность в общем вот у меня вот все файлы вы их собственно видите итак у нас есть параметр . razer это сам компонент и есть некоторое количество разметки есть у нас код behind так называемый я буду называть его код behind наверное в общем параметр смодел в которой наследник от компонент base которым есть humor компонент который получается из хелпера при нажатии одной кнопки и при нажатии другой получается другой компонент давайте какой другой смысле инстанс юмора так называемого в общем что здесь здесь есть набор свойств на какие-то данные и я думаю что здесь как бы не требует комментариев ну и из чего собственно начнем давайте начнем с того что ну вот есть с интересных моментов да то есть есть у нас какое-то перечисление где теги есть у нас какой-то контент html кстати посмотреть как он отображается markup string то есть текст приводится к markup string и он отображается к чистой роу так называемый html у нас есть дата у нас есть форматинг у нас есть nullable date ну смысле daytime также у нас есть какие-то тексты ну и в общем вот вот с этим вот мы будем играться и сейчас давайте сделаем первое что разберем какие компоненты можно из этого всего разобрать смотрите ну во первых категории name я не думаю что здесь какие-то нужны нововведения а вот с датой собственно грязь из собственно с форматом отображения этой даты можно сделать отдельный компонент и вот его то мы сейчас и будем делать а параметрами будем передавать сам формат и собственно грязь саму дату тайму понятно да свое свойство да и time будем туда передавать как параметр и вот тут то будет у нас реальное программирование и так первым делом создал папку который называется компонент и именно в нее я буду закидывать все компоненты которые когда-либо будут создавать для чего это сделано ну во первых компоненты потом возможно вынести в отдельную сборку так сказать и она потом может устанавливаться в разные проекты чтобы она была централизована я предпочитаю как бы naming convention в используя везде и всегда ну и компоненты а также предпочитаю назад называть тоже по используя naming convention так называемый для того чтобы можно было точно определить что это такое с чем это идет ну например новый компонент который сейчас буду создавать для data time я вот так и назову data date time и как вы понимаете я припишу компоненту компонент и в общем я буду делать по-хитрому да я буду создавать сразу компонент разор теперь скопирую поставлю запятую нажму control в напишу компонент model и напишу си шарп нажму enter у меня создастся два файла причем один вложится в другой вот как вы видите это получилось и здесь я сделаю in here it's тот самый day time компонент model ну в общем я связал свою вью с так называемым своим view model а теперь же чтобы компонент стал реально компонентом нужно унаследовать от компонент бейс и в общем теперь он стал реально компонентом давайте посмотрим что у нас теперь в разе есть отлично давайте нарисуем юает для этого компонента я не буду показывать то есть у меня нет задачи показать как разметку делать или как управлять css я буду стараться минимизировать эту информацию но при этом больше говорить о том как писать код на разер и в частности делать компоненты ну и для того чтобы у меня здесь отобразилась какая-то информация мне нужно сюда подставить ну для начала нужно придумать параметр который будет я отображать ну и давайте я здесь создам свойство которое мне будет дэй тайм типа и пусть она называется дэй тайм наверно пусть так и будет называться теперь я могу это свойство указать вот в этом спин и собственно у меня здесь подсветка синтаксиса отлично работает компонент практически готов но он теперь бесполезный потому что никакие данные в него не попадают и никакие данные из него не выходят давайте для начала поставим new day time например 20 20 11 сегодня какое число 21 и если теперь этот компонент за использую на странице параметр ну например вот в этом месте давайте пока вот здесь после кнопочек сделаем то у меня просто отобразится текущая дата и компоненту ни входа ни выхода не будет но и мы это будем сейчас решать итак у меня есть компонент дэйт тайм нет дэйт тайм компонент так как подсветки синтаксиса нету давайте и добавим это делать очень просто я вот сюда добавляю так вот control d нажимаю копирую предыдущую строку и пишу компонент нажимаю сохранить закрываю и теперь у меня здесь дэйт тайм компонент как вы видите появился но на самом деле очень удобно и как вы видите здесь у меня нет никаких параметров и соответственно ну в общем это как бы их компонент есть готова отображается но абсолютно бесполезный и сейчас мы это будем побеждать давайте я вам покажу что он реально отображается и показывается мы переходим на страницу параметра вот тогда ты которую я ввел ну в общем как бы ну хрень давайте теперь добавим в этот компонент тех самых параметров которые собственно я мы хотим сегодня изучить то есть я ухожу в код behind и говорю что мне теперь дата суда не создается а что этот является параметр и теперь когда я переключусь в использование этого компонента вот здесь вот и я теперь вижу что у меня появился параметр теперь я могу задавать и я сюда могу также конечно сказать new data time ну давайте я уже его перенесу прям в конкретно в код и вот здесь вместо вот этого вот файла напишу как раз тот самый кто-то у меня мода называется humor . created ну и теперь у меня есть ли я запустится проект ничего не изменится то есть у меня также показывается кроме того что тип отображения будет ну немножечко другой да то есть появились нули в общем у меня формат не соблюден не соблюждон не соблюден не ед на самом деле некрасиво давайте это поправим как это сделать ну тоже собственно говоря очень просто надо перейти в этот компонент добавить еще один параметр давайте я сразу напишу что это будет параметр пусть это будет свойством типа string и day time ну пусть называется формат и давайте по умолчанию зададим то что у меня уже там есть например д д тире м нет . м м . y y нет . y y y ну в общем такой русский стандарт и в общем теперь мне этот формат нужно заюзать так сказать и я могу сказать что у меня здесь ту стринг использовать я уже буду тот самый day time формат давайте запустим еще раз ну и как видите ничего теперь не изменилось все как было так как отображается единственное что теперь у нас есть компонент но это не повод для гордости теперь давайте попробуем здесь прям самом компоненте как видите по умолчанию задавать ничего не надо но если я укажу например дэйт дэйт м м не давайте большими м м м и y y и еще давайте укажем на больше ничего не будем указывать а еще раз запустим f5 как вы видите формат изменился теперь здесь краткое название месяца ну и в общем это теперь как бы работает но надо понимать что здесь дальше нет в общем все вот это вот для чего на самом деле смотрите но во первых даже не так давайте вам вот так вот покажу смотрите у нас вот это вот даже нет не так вот это вот является маленьким компонентом но когда в а вот это вот сейчас пока не является компонентом и для того чтобы развивать дальше проект достаточно развивать какие-то компоненты ну вернее как вариант как один из вариантов что я подразумеваю по словам развивать смотрите я добавил формат у меня уже можно компонент отображать по разному можно сюда добавить еще и локализацию да и тогда он будет уже понимать нужный язык можно сюда добавить выпадающий список типа календаря можно сделать на него ссылку чтобы он открывался то есть вот этих вот расширение для компонента их появляется огромное множество более того появляется возможность переиспользовать компонент например вот здесь или в любом другом месте а дальше сюда начинается добавление уже функционала там закрыто не закрыто активно-неактивно то есть visible не visible то есть ну для примера мне тут компонент он вот это место дата обновления обновление он является нулабл поэтому этот компонент уже не сработает ну то есть вот 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 таким вот образом можно это развивать до потери пульса то есть а потом это выложить в отдельный сборку в нукет пакет и при создании нового комп нового проекта вы просто установить этот как называемый нукет пакет как там не знаю как вы назовете и достаточно просто можно будет развивать свое приложение там ну в общем я надеюсь что вы поняли о чем я говорю но суть в том что давайте тогда сейчас немножечко доведем до ума остальные компоненты остальные так сказать дэд таймы да и я это сделаю таким вот образом ну например можно опять же в этот компонент вынести лейбл да и ну я не буду этим заниматься я думаю что вы уже на самом деле поняли как это работает я хочу перейти к следующему компоненту а время чтобы сэкономить на самом деле вам в общем рекомендуем поближе ознакомиться с этим на сайте microsoft а в том числе ну и как вы видите при подключении компонента он меня уже другого типа и мне здесь нужно сделать ну например вот вот это вот в элью но тогда я должен гарантировать что у меня здесь в элью есть и если я сейчас запущу как бы по дня нету ошибок да то при переключении между двумя так называемыми хелперами то есть данными у меня здесь вот где-то есть хелпер вот у меня будет ошибка потому что у меня этот апдейт датабейс ой извиняюсь апдейтед от есть задан а здесь он ну ну и давайте посмотрим как выглядят ошибки в конце концов то есть если я дерну первый компонент для отображения у меня будет все красиво все отработает и дата отобразится а когда дерну второе все сломается ну и как видите он отображается я переключаю на второе ну и вот появилась но на самом деле не очень удобная штука но тем не менее она работает то есть вот она появляется и есть я нажму f12 кстати давайте поговорим немножко о том как ошибки можно отображать в общем здесь собственно грамм очень достаточно подробно пишется в каком месте что случилось и как частный случай ну вот получается что у нас вот object reference ну ну и это собственно говоря уже можно включить обработку внутри компонента я думаю что вы найдете свой способ решения ну а я сделаю по простому во первых я сделаю этот самый дейтайм ну был во вторых самом компоненте то есть вот здесь подставлю вэлью а здесь делаю проверку если дэйтайм хэс вэлью ну тогда отображать этот компонент а если нет тогда ну давайте напишем что что нибудь типа спан ну допишем нет данных наверное но пусть будет так неважно и в самом использовании этого компонента я теперь могу стереть эту информацию и в общем если это сейчас запущу верни когда я это запущу теперь это будет работать как надо ну и конечно же можно было сделать эту обработку внутри самого вот этого компонента то есть внутри страницы где это используется но я оставлю вот так вот на а вы сделаете так как вам будет удобно ну и теперь давайте посмотрим что у нас еще есть смотрите у нас есть некоторые такие теги до метки если не обратили внимание давайте покажу как они выглядят в общем нужно их тоже как-то отображать их количество может варьироваться или быть или вообще не быть вообще ну вот они отображаются для этой записи и вот они отображаются для этой записи давайте сделаем тоже небольшой компонентик чтоб можно было как-то отображать эти записи эти метки для этого объекта надо сказать честно что разработка компонентов на самом деле достаточно серьезная вещь потому что в зависимости от того как вы его придумаете разработаете, можно будет его использовать потом, где можно будет использовать в других компонентах ну и для начала, прежде чем вообще всего начать, я определюсь тем что у меня будет два компонента показывающие метки, это один это сама метка и второй компонент, который будет список меток показывать и для этого давайте его сейчас сделаем и так, первый компонент пусть будет называется тег компонент я его назову также Razor и на этот раз я не буду использовать код behind а потому что там всего лишь навсего будет один стринговый параметр и тем более я хочу показать как это собственно говоря использовать и так я должен здесь указать тот самый ой ну конечно же span пусть он будет иметь класс который называется badge бэйдж бэйдж и соответственно бэйдж ну пусть будет не знаю secondary вот и теперь мне нужно сюда подставить компонент чтобы не создавать код behind я сделал такую штуку которая называется код и здесь сделаем ну в общем-то как вы понимаете то же самое что и должен был сделать и если бы у меня был код behind я напишу тег и здесь укажу также параметр нет параметр и в общем теперь этот тег мне достаточно сюда просто прописать нет тег просто вот так вот ну и теперь это у меня уже полноценный компонент теперь я могу создать новый компонент который собственно говоря можно назвать тег ну допустим лист компонент и я тоже не буду придумывать собственно говоря код behind потому что у меня практически не будет логики я тоже отображу его очень просто ну вы знаете даже не столько отображу сколько скопирую вот так вот и перенесу нет вот так вот control теперь мне здесь нужно заиметь как раз вот этот список компонентов тег и для этого я сделаю опять же код здесь делаю проб лист сделаю по простому offstring конечно же и назову его тег и конечно это будет у меня параметр и здесь я его заиспользовал и тег выводит и здесь скажу уже тег с маленькой буквы ну в общем тоже готов так что-то у нас здесь красненьким все погорело элемент потерялись у меня using директивы ну давайте напишем хотя это скорее всего resharper что-то тупит ну бог с ним пусть тупит это его проблема он пока еще кстати на самом деле не очень сильно адаптирован к blazer и есть некоторые нюансы при работе с ним мне в некоторых проектах даже приходилось его отключать ну и теперь мне нужно вот этот вот компонент весь заменить на всего лишь на всего тег лист компонент и указать сюда как раз тег это мой модул который humer собака humer точка тег ctrl d и давайте запустим ага а вот теперь уже все сломалось и это почему потому что тег у нас лист а здесь тег array да ну или тут как бы два варианта либо это переделать в лист либо это в array давайте переделаем лист в этот самый array то есть массив ну в общем как бы переведение типов никто не отменял давайте запустим еще раз как видите Razer там с resharper как-то не очень потому что ошибка показывает а ее нет переключимся посмотрим ну в общем то есть как было так и есть ничего не изменилось кроме того что у нас опять же появился новый компонент ну что ж коллеги я думаю что на самом деле с этим параметром все понятно то есть параметр всего лишь говорит что откуда-то можно в этот компонент что-то прокинуть как это работает я в принципе и показал если будут вопросы пишите я попытаюсь ответить ну а теперь давайте рассмотрим более интересную тему которая называется каскаден параметр то есть параметр который перейдется каскадно в разные компоненты и как бы грубо говоря наследуется и для этого ну придумаем некоторый пример например у нас вот сейчас уже есть некоторое количество компонентов и нам нужно прокинуть информацию о том что допустим идет загрузка сайта или там http клиент делает запрос и ждет ответ и в этот момент нужно заблокировать все компоненты или надписью пометить в общем как-то вот эти мои вновь созданные компоненты каким-то образом должны узнать о том что сейчас система занята ничего не нужно показывать в общем нужно пользователю когда показать я понимаю что пример надуманный но для примера для надуманного примера это на самом деле как мне кажется неплохо посмотрим как это сработает итак давайте перейдем к другому типу параметров который называется каскадинг параметров итак что такое каскадные параметры на самом деле все очень просто и объяснение кроется в названии и я просто нарисую у нас есть какая-то страничка на которой есть отображение какого-то хумора то есть объекта хумор у которого здесь отображается дата 1 здесь отображается дата 2 а вот здесь отображаются теги и внутри еще каждый тег отображается отдельно так суть в том что вот этот каскад допустим давайте прямо например мы создадим свойства даже нет даже не так не здесь если вот это у нас объект хумор вот это дейт вот это второй дэйт вот это тег лист а вот это тег и вот это тег то мы создадим даже не здесь а создадим новый параметр который будет лежать рядом то есть мы перейдем на страничку которая называется каскадинг параметров и там создадим статус свойство которое назовем статус и будем прокидывать на все внутренние компоненты вот почему планирование на самом деле очень важно то есть вот на этой страничке есть компонент который называется статус мы вы будем прокидывать вот сюда то есть мы создадим компонент который называется humor компонент и этот статус будет шариться и на этот и на этот и на этот ну на этот мы тоже в в принципе, из вот этого компонента. То есть из этого, вот на этот мы прокинем, а вот из этого внутри глубже мы прокидывать не будем. Ну, я думаю, что вы, собственно говоря, поймёте, как это работает. Сейчас, возможно, я что-то сумбурно нарисовал и, может быть, это мало что объясняет, но, тем не менее, суть объясняется очень простым образом. У нас есть какое-то значение и дальше все компоненты, которые лежат в этом под ним, то есть в иерархии дом-объекта, они получают вот эти самые значения, которые мы можем, собственно говоря, прокидывать без каких-либо там созрений совести, да, без каких-либо проблем. И давайте это всё хрень, так сказать, закроем и вернёмся к нашим, так сказать, баранам. Смотрите, у нас есть компоненты, которых вот пачка, да, тут раз, два, три, вот этот вложенный компонент, вложенные компоненты, а что нам мешает создать, допустим, вот такой компонент, который называется Humor, давайте я его создам, так и назову Humor компонент, ну, это будет Razer. Я, опять же, не буду делать, как это, Code Behind, потому что он будет очень простым, и поэтому сделаю таким вот образом. Прямо сюда вставлю то, что я скопировал, скопировал, теперь у меня есть объект, и он называется Humor, и теперь мне этот каскадный, ой, и теперь мне этот параметр, который будет сейчас пока просто параметром, нужно как-то вот, ну, задать. И для этого я создам Humor, я назову Item, я не люблю, когда Humor равно Humor, потому что мы так будем задавать, я люблю, когда название привязано компоненту в его контексте, то есть у нас компонент называется Humor компонент, а Item равно будет как раз вот очень мне кажется понятно. И теперь я должен здесь написать параметр, и у меня теоретически прям вообще все круто получилось, не знаю, почему не работает, а, наверное, все-таки здесь мне нужно сделать Item, вот, и вот здесь мне тоже нужно везде сделать Item, ну, потому что по-другому никак. Ну, и в общем-то, как бы на этом все, и давайте проверим, что он работает, вернемся на предыдущую страничку, удалим вот это вот все, что было раньше сделано, напишем Humor компонент, если я, конечно, его так назвал, ох, а где я его разместил-то? Ну да, вот почему имеет значение, где его размещать. Да, теперь я сделал правильно, и теперь у меня получается вот этот вот Humor компонент, нет, я, видимо, его не так назвал, да, конечно же, я печатался, давайте назовем его правильно, нет, не этот, F2, Humor компонент, отлично, и теперь вот это можно закрывать, и у нас здесь, по идее, вот он, этот Humor компонент есть. Ну, и как вы видите, Item у меня как раз будет тот самый Humor, даже сделаю его вот так, не будем обращать внимание на разметку, которую ломает ReSharper, все работает, и давай, ой, закрыл нечаянно, давайте еще раз откроем, теоретически у нас сейчас ничего не изменится, все как было, так и работает, и это действительно так, но, вот на этой страничке мы сейчас сделаем использование вот этого большого компонента, а вот, допустим, на какие-нибудь параметры прокинем уже дополнительный статус. Итак, эту страничку мы закрываем, как вы видите, компоненты работают на ура, более того, еще, кстати, вот что очень важно, если учесть, что у каждого компонента может быть своя изолированная песочница, в которой может быть и CSS классы, и JS скрипты, это на самом деле открывает очень большие возможности, то есть, таким образом, ваше расширение будет идти сверху вниз по иерархии зависимостей, ну, если учесть, что компоненты они как бы взаимодействуют между собой, но могут еще вкладываться, ну и, собственно говоря, у вас нарастать может функционал от каждого компонента к компоненту по нарастающим, ну, мне кажется, это очень круто. Итак, давайте дальше, теперь создадим на страничке вот этот вот, каскадинг, то есть, на второй страничке каскадинг параметр, добавим сюда humor компонент, здесь напишем item, нет, не так, конечно, item равен, давайте напишем собака humor, собака в хорошем смысле, и теперь у нас здесь есть код behind, давайте в него переключимся, и сделаем проб, здесь у нас будет на самом деле все как раньше, humor, пусть будет item, ну, тут на самом деле пусть он будет humor, это же не компонент, это уже используем компонента, вот, и здесь у нас что-то не срослось, потому что я его неправильно написал, вот, humor, и закрывающий тег поставим, нет, вот так, теперь нам нужно этот humor как-то задать, и я это сделаю вот таким вот способом, есть штука, которая называется life cycle, то есть, жизненный цикл у компонента, и с ним вы можете ознакомиться, но я вот для примера приведу некоторое количество параметров, которые срабатывают в определенной последовательности, и было бы неплохо перед тем, как их использовать, понять, что в какой последовательности, но я буду использовать потому что я уже, допустим, знаю, и здесь я скажу, что у меня humor будет равен humor helper, ну, то есть, я подставлю напрямую, ну, допустим, первый компонент, мне, в принципе, это не важно, таким образом у меня получается, что при старте приложения humor получит значение и отобразит, давайте проверим, что это именно так и будет, переключаемся на каскадный параметр, ну, как вы видите, все есть, теперь добавим какой-нибудь enum статус, который будем менять и прокидывать каскадно во внутренние компоненты нашего humor компонента, вот как, так, для начала давайте всю эту гадость позакрываем и вернемся в наш вот этот каскадный параметр страничку и даже вот не в нее, а давайте прямо на самой страничке, чтобы пример был вообще крутой, сделаем новое свойство, которое назовем статус, давайте для начала этот статус создадим, паблик, пусть будет, нам не важно, ну пусть называется статус, пусть имеет, по Microsoft SkyNaming Convention он имеет первое значение non, где-то на канале я писал видео, почему все-таки лучше использовать неопределенное значение, первое non undefined или там еще что-то типа этого, ну и там как бы в этом видео рассказывается, что с валидацией там есть кое-какие проблемы, если вы это не будете использовать, ну в общем на канале это есть, я попытаюсь, ну ладно, не важно, давайте поехали дальше, допустим у нас есть статус ready, когда уже загружен компонент какой-нибудь там, ну например тот же самый humor, какого-нибудь сайта типа колобонга ком, и допустим какой-нибудь busy, ну то есть занят и готов, и я думаю что для примера это будет достаточно, теперь создадим свойство, которое назовем соответственно статус нет, мы назовем его статус и пусть он так и называется статус ну а здесь давайте сделаем вот таким вот образом я, чтобы ваше время сэкономить я возьму вот эти вот кнопочки я возьму вот эти кнопочки помещу их примерно вот сюда и здесь сделаю get first ну даже не first а get нет, давайте так вот set ready статус что-то не то поставил вот и допустим set busy ну да надо же еще тут написать set ready ну в общем как вы понимаете это не принципиально главное чтобы у нас было что нажать в процессе теста и теперь соответственно здесь вот эти нужно кнопки создать вернее не кнопки а методы public пусть будет void set ready ну даже не так давайте по-модному напишем вот так вот и скажем штатус равен статус что я там сказал ready ready а второй сделаем статус busy ну и назовем его конечно упс назовем его конечно set busy ну чтобы для краткости было потому что нам же нужно чтобы в realtime менялась эта вся соль так называемая ну и теперь что начинается теперь начинается на самом деле самое интересное смотрите у нас есть компонент но это же не просто компонент мы же не можем сюда передать статус мы вернее его можем передать но это же должно быть не просто так но на самом а стоп это параметр это не тот у нас здесь нет этого статуса давайте откроем правильный viewmodel да мы сюда не можем просто так сказать получи вот здесь вот item или там статус равно это не будет работать нужно сделать специальным образом для этого есть такая штука которая называется cascading value и у него есть значение которое нам нужно задать это то value которое мы будем передавать вовнутрь вот этого компонента то есть так как мы поместили вовнутрь вот этот humor компонент то теперь можем специальным образом задав вот этот вот статус то есть через параметр который называется каскаден параметр мы можем все изменения туда прокинуть смотрите перед тем как это все сделать смотрите у нас есть модель у которой есть две кнопки которые меняют статус и этот статус будет прокидываться вовнутрь то есть туда до самого до самого низа и для того чтобы это там заработало мы переключаемся сюда я даже быстренько создам вот такой вот статус где он статус свойства и на этот раз поставлю каскаден параметр и вы не поверите я его скопирую уж простите за копирование и прокин его дальше например в дату в данные ну вот у нас здесь есть наследник в смысле код behind прокинем сюда да хочу теперь закроем и здесь напишем какое-то действие ну допустим смотрите если давайте напишем так если статус равен допустим ready тогда показать вот то что мы показывали то есть загруженный как бы компонент а в противном случае давайте покажем какой-нибудь span ну пусть будет span тут самое не важно span напишем loading например будем везде писать loading чтобы было понятно о чем речь идет с этим компонентом все давайте откроем следующий компонент ну здесь ничего не будем я говорил что мы сюда опускать не будем а вот в тег лист опустим этот тоже каскаден статус да и сделаем это вот таким вот способом раз и теперь нужно написать что если допустим у нас опять же статус равен busy то мы не будем показывать так это если ready мы покажем список вот этих тегов в противном случае так вот else в противном случае скажем что у нас как бы вообще все занято и просто напишем span ну пусть тоже будет loading даже вот так теперь у нас есть давайте лишнее все позакрываем вернемся в humor компонент вот он ну здесь я не знаю имеет ли смысл что-то писать ну давайте просто в самом humor компонент здесь у нас статус все равно есть давайте у title напишем вот таким вот образом рядом с ним что есть ли статус давайте просто напишем статус что-то не хочется особо писать если честно вот просто напишем статус и давайте напишем ну вот в скобках например давайте теперь запустим все это дело у меня почему-то кажется что все сработает стопроцентно ну потому что C-sharp итак переключаемся в каскадинг итак смотрите у нас уже состояние busy уже смотрите loading 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 мы ставим ready и бабац ну разве не прелесть просто обалдеть никаких телодвижений все работает практически автоматически как бы это каламбурно не звучало ну красота просто согласитесь друзья на этом скорее всего мне придется завершить потому что мы уже вон сколько минут больше 40 минут просидели с вами в общем смотрите у blazer далеко идущая перспектива microsoft в него вкладывает большие большие прибольшие надежды вплоть до того что даже сделали свой собственный юнит тест для blazer который называется bunit в общем дальше будем изучать мне он очень нравится надеюсь вам тоже если я все правильно объяснил то наверняка вы поняли если что-то непонятно было спрашивайте в комментариях пишите комментируйте будем общаться всего доброго и до новых встреч до новых встреч